Здравствуйте, я Павел Юрасов, это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Возможности для открытий, познания, самоопределения и самореализации. Когда в стенах самой большой школы Мичуринска начнется учебный процесс, узнала Юлия Савушкина. В этой школе будут активно применяться здоровье и сберегающие технологии. Вот один из примеров того, как это выглядит. Если ученик младших классов устал сидеть, во время урока он может аккуратно встать и пройти за так называемую конторку базарного. Здесь регулируется высота и угол наклона, а со временем под ногами появятся специальные массажные коврики. Профессиональная помощь для осужденных. Как по ту сторону решетки работают психологи, расскажет Олег Рожков. Песочная терапия помогает осужденному осознать и сформулировать свою проблему. Используя представленные образы, человек именно визуализирует то, что его действительно волнует. Посвящение в студенты. То, как в техническом университете встречали вчерашних абитуриентов, увидела Мария Шумейкина. В этом году в ТГТУ значительное пополнение университет открыл двери более чем для двух тысяч первокурсников. И сегодня для них провели праздник посвящения, чтобы ребята уже с первого дня могли влиться в студенческую жизнь. Сегодня Тамбов посетили послушницы Свято-Введенской Толгской обители Ярославля и чудотворные святыни монастыря. Православные верующие духовенства и сам митрополит Феодосий встретили святыни Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии Спаса Преображенском соборе. Сегодня прихожане несли в храм свои самые насущные проблемы. Если к ним с уважением, с любовью, с верой относиться, они нас слышат, они же живые. И все, что мы к ним своим просьбам обращаемся, они нас слышат и помогают. Поэтому на них большая надежда, упование на эту святыню. Среди посетивших Тамбов святынь чудотворная икона Толгской Божьей Матери, явленная в 1314 году, и частицы Ризы Христовой. По окончании Божественной Литургии был совершен молебен, а глава митрополии обратился к верующим с проповедью. В Знаменском районе завершились пылевые учения областного пожарно-спасательного центра. Они стали самыми масштабными за все 15 лет существования ведомства. Накануне мы уже рассказывали о том, как проходили учебные тренировки поисково-спасательного отряда. Во второй день на поле боя с чрезвычайными ситуациями вышли водолазы. О том, как это было, расскажет Юлия Савушкина. Если накануне спасателям приходилось работать преимущественно над водой, то в этот день река Большая Липовица – полноценное действующее лицо учений. Случилось несчастье, и в ее недрах погиб человек. Где именно он утонул, по легенде, никто из очевидцев указать не смог. Водолазу предстоит исследовать участок длиной в 50 метров. «Сложность заключается в том, что, во-первых, темно. Водолаз работает в полной темноте. Он не знает ландшафта, какие горя, какие подводные камни. То есть он идет слепую». Плюс снаряжение. В среднем оно весит около 50 килограммов. Быть спокойным, правильно дышать и думать. Вот несколько золотых правил для водолаза при погружении. Работают при этом двое. Напарник страхует и ведет спасателя под водой. Если сигнальный конец в его руках дернулся один раз, нужно идти вправо, если дважды – повернуть налево. «На первый взгляд, все вроде бы очень просто. Одел снаряжение, пошел под воду. А по факту это немножко по-другому. По телевизору картинка красочная, когда видимость, рыбки плавают. В реальной жизни все немножко по-другому происходит». «Здесь есть небольшая видимость, но все равно, когда идешь, поднимается муть со дна, головы отложения. И сам себе мучишь, и практически не видно». «Ну вы как считаете, вы успешно справились, быстро?» «Человек на берегу, значит, все сделали верно». На берегу кажется, что на выполнение задания у водолазов ушло не больше 10 минут. Впрочем, профессионалы действительно умеют работать быстро в любых условиях. «Тактика специальные учения областного пожарно-спасательного центра» завершаются. За два дня в них приняли участие свыше 100 человек и 14 единиц техники. Но впечатляют здесь совсем не цифры, а эти люди. И то, с чем они сталкиваются и успешно справляются в своей ежедневной работе. Юлия Саушкина, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова, Область новостей. Кому идти, если душевные терзания не дают покоя и мешают нормально жить? Логичный ответ к психологу. А если то же самое случается в местах не столь отдаленных? Как работают психологи по ту сторону решетки, узнал Олег Рожков. Почти 18 лет Светлана Молкова остается на страже психического состояния людей. В исправительной колонии номер один она, как говорят профессионалы, ведет психологическое сопровождение. И осужденных, и сотрудников учреждения. Только приступивший закон попадает в карантин, Светлана и ее коллеги уже принимаются за работу. Пытаются определить круг проблем личности. Но через время люди и сами начинают искать помощи, что в конечном итоге приводит некоторых в кабинет психолога. В своей работе специалисты используют несколько методов. Все зависит от ситуации. Бывает так, что он не всегда может понять и определить вообще, что с ним происходит, что делает его несчастным. И тут в помощь можно использовать такие методы, которые называются проективными методиками. Вот одна из этих проективных методик – это песочная терапия. Потом проективная методика такая, как символ драма. Метафорические карты мы используем. Та же песочная терапия благодаря тактильным ощущениям раскрепощает визитера для продуктивного сеанса. Песочная терапия помогает осужденному осознать и сформулировать свою проблему. Используя представленные образы, человек именно визуализирует то, что его действительно волнует. В основном отдельно фигуры животных ничего не значат. Только благодаря наводящим вопросам и контексту диалога специалист понимает, какие смыслы несут в себе выбранные звери. Но главное не количество методов, а их качество. Кабинет психолога ВК-1 осужденные покидают в гармонии с собой. Знаете, я, наверное, с помощью вот этой терапии, я докапываюсь в глубине, что, ну, может сложно мне признаться. И оно всплывает потихоньку во мне. Вот именно вот эти проблемы. Поэтому, что мне надает, естественно, это облегчение. Становится легче и психологически, и уже как-то контактировать с другими заключенными уже легче. Потому что знаешь, как в дальнейшем себя вести, чтобы избегнуть той или иной конфликтной ситуации. Ежемесячно кабинет штатного психолога колонии посещает от 10 до 20 человек. В среднем сеансы длятся 40 минут. Но бывает и переходит далеко за порог одного часа. Это уже диктуется глубиной проблемы осужденного. Олег Рожков, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. На Тамбовщине началась реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Наша область оказалась в числе 20 регионов, выбранных Министерством экономического развития. 53 тамбовских предприятия заявлены как участники национального проекта. Одними из первых в стране они смогут получить господдержку и увеличить производительность труда к 2024 году не менее чем на 30%. Именно такие задачи ставят перед всем бизнес-сообществом страны. В рамках национального проекта есть такая возможность взять займ фонда развития промышленности до 300 миллионов рублей на 5 лет под 1% годовых. Бесплатные деньги для развития бизнеса. Пожалуйста, становитесь участниками национального проекта и показываете результаты, получаете эти деньги не на рыночных условиях. Кроме того, проект предполагает снятие административных барьеров для бизнеса и консультативную помощь экспертов Федерального центра компетенций. Более 400 специалистов области повысят свою квалификацию. Кто лучше рубит и валит? В этих фундаментальных навыках работников «Зеленой Нивы» соревновались сегодня лесорубы области. В преддверии Дня лесника в Маршанском районе прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди работников 14 лесхозов региона. В конкурсе три этапа. Первый – это проверка знаний техники безопасности и устройства рабочего инструмента – бензопилы. Второй – раскрежевка, подготовка дерева к дальнейшей эксплуатации и транспортировке. И третий – самый зрелищный, но и самый опасный – это целенаправленная валка. Из названия становится понятно, что это значит. Просто здесь от лесорубов требуется максимум осторожности и профессионализма. По правилам конкурса дерево должно упасть не абы куда, а в конкретно обозначенное место. Причем сделать надо все филигранно, чтобы дерево не треснуло, а при падении бонусом не испортило товарный вид своих соседей. Но участники говорят, что все сложно только со стороны. Главное – понять алгоритм действий грамотной валки. Когда начинает свалка леса, делается запил, одна треть от диаметра дерева, после чего выпиливается длиновидный клин, после чего переходится на другую сторону и делается запил и оставляется небольшой, где-то сантиметр-два, не допил. Он помогает правильно и точно положить дерево в то место, куда мы хотели, чтобы оно упало. Вот. Все гениально и просто. За гениальностью выполнения заданий следит судейская комиссия. Специалисты оценивают время и точность в прохождении каждого этапа. У нас первое – это время, а дальше – это точность проведения мероприятия. В случае нарушений, которые выявляются, начисляются штрафные баллы. И потом подводятся итоги по каждому из этапов. Теория, раскрыжевка, валка, время, точность. И считаются основные баллы и штрафные. Из этого будем определять тогда уже, кто больше набрал баллов, тот и будет являться победителем нашего конкурса. На конкурсе присутствовал и вице-губернатор Сергей Иванов. Он отметил, что такие соревнования создают правильную конкурентную атмосферу среди работников «Зеленой Нивы». В любой работе должен быть принцип соревновательности. То есть быть лучше других. И здесь, в этой профессии, тоже должно быть. Поэтому необходимо проведение таких конкурсов, чтобы у людей была мотивация быть лучшим, получить новую технику, новое оборудование и получить, соответственно, деньги на вознаграждение. Да, по итогу конкурса лучшие лесорубы получат вознаграждение и смогут пополнить рабочий арсенал новыми бензопилами шведского производства. Олег Рожков, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Возможности для открытий, познания, самоопределения и самореализации мичуринским мальчишкам и девчонкам готовы предоставить в новой школе на северо-западе Наукограда. Если быть точнее, это даже не школа, а целый научно-технологический центр, где уже в детстве можно приобщиться к аграрному делу или получить первые навыки работы в сфере промышленности. Юлия Савышкина увидела новостройку с разных сторон и узнала, когда в этих стенах запустится учебный процесс. Три этажа, восемь модулей и тысячи квадратных метров пространства для открытий, познания, самоопределения и самореализации. Именно так характеризуют здесь четыре ступени общего образования. Впрочем, в этих стенах будут рады и дошкольникам. На базе научно-технологического центра планируют открыть две группы для малышей. Любовь к науке собираются прививать буквально с пеленок. Будет налажено взаимодействие со всеми вузами региона, чтобы ребята могли определиться с профессией и получить практические навыки уже в школе. Мы хотим, чтобы наши выпускники в итоге вернулись и остались здесь, чтобы те высококвалифицированные кадры, которые выйдут из школы, в итоге они бы работали на то, чтобы у нас развивался наш любимый Мичуринск. Внутреннее оформление и мебель в школе – дизайнерские оборудования, рассчитано не только для занятий в рамках общеобразовательного процесса, но и для творчества в кружках и секциях. К примеру, это помещение – то, что нужно подрастающему поколению депутатов. Здесь могут собраться дети, решать какие-то проблемы, волнующие их в целом, волнующие школу, общественность. В этой школе будут активно применяться здоровья, сберегающие технологии. Вот один из примеров того, как это выглядит. Если ученик младших классов устал сидеть, во время урока он может аккуратно встать и пройти за так называемую конторку базарного. Здесь регулируется высота и угол наклона, а со временем под ногами появятся специальные массажные коврики. Всего в этих стенах готовы принять 1300 учеников. Прежде всего, это дети из северо-западного микрорайона Мичуринска. Здесь этого заждались. Примерно на 30 тысяч населения поблизости вообще не было школы. Впрочем, в инновационном центре будут рады и тем, кто захочет перейти сюда из других школ. Это позволит ликвидировать вторую смену в центральной части Наукограда. Здесь сделана новая дорога, соблюдение всех мер дорожной безопасности. Здесь присутствует разворотный круг, здесь будет установлена остановка, здесь предусмотрена стоянка для родителей, для подвоза учеников. Штат учителей новой школы уже укомплектован. Примерно половина из них – молодые специалисты, которые успешно прошли конкурсный отбор. И все же говорить об открытии центра пока нельзя. Первые лица региона уверены, что это не тот случай, когда стоит гордиться одним лишь наличием. Важнее прежде обратить внимание на все недостатки. Очень много вопросов, связанных, ну, допустим, берем элементарный какой-то пример, берем умывальники в тех корпусах, где должно проходить обучение начальной класса. Но они чуть выше по проекту оказались. Их надо перенести. То есть, чтобы полностью тот объект, который передается в эксплуатацию, полностью соответствовал тем программам обучения и полностью удовлетворял тем, кто будет его эксплуатировать. Поэтому есть вот эти мелочи, которые, я думаю, что в течение 20-30 дней будут полностью доведены до совершенства. Представители Управления образования уверяют, что учебный процесс в новой школе Мичуринска запустят, начиная со второй четверти. Учиться приглашают всех, кроме девяти и одиннадцатиклассников, так как госэкзамены не за горами. Кстати, перед тем, как прийти в десятый класс, придется сдать вступительные экзамены в зависимости от выбранного профиля. Тем временем у стен школы вовсю идет процесс создания собственного сада и огорода. Это поле для будущих экспериментов истинных мичуринцев. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова, Область новостей. Более пяти тысяч тамбовчан включились в фестиваль дворового спорта. Сегодня в областной думе подвели итоги федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Фестиваль начался с торжественного построения подростковых клубов, где подвели итоги прошлого учебного года в различных проектах центра и наградили лучших активистов. Ребята насладились выступлением творческих коллективов, а после отправились на интерактивные станции. В конце лета, в конце отдыха мы ждем всех ребят, которые посещают подростковые клубы, для того, чтобы они могли посоревноваться в ловкости, смекалке, сноровке, пройти множество испытаний, и, конечно же, получить заслуженные награды, которые они так хотели получить в течение всего периода. На площадках ребята попробовали себя в роли пожарного и научились пользоваться огнетушителем. На медицинской станции узнали о правилах оказания первой помощи. В интерактивной игре «Лазертак» дети потренировали скорость реакции, а на спортивной площадке сыграли в баскетбол. Одной из самых значимых стала станция от сотрудников ГИБДД, которые напомнили ребятам о правилах поведения на дорогах. В дружной семье ТГТУ появились новые лица. Сегодня в университете провели праздник посвящения в первокурсники. Несколько тысяч бывших абитуриентов стали полноправными членами студенческой братьи. Их поздравила и наш корреспондент Мария Шумекина. В этом году в ТГТУ значительное пополнение. Университет открыл двери более чем для двух тысяч первокурсников. И сегодня для них провели праздник посвящения, чтобы ребята уже с первого дня могли влиться в студенческую жизнь. Посвящение в студенты традиционно проходит в преддверии Дня Знаний. Это праздник для всей семьи технического университета, преподавателей, студентов и, конечно, первокурсников. Мы именно сегодня провозим для них такое посвящение в первокурсниках, соответственно, знакомство общее с университетом. И нам всем очень хотелось бы, чтобы, как и для многих поколений выпускников нашего университета, ТГТУ стал для них родным домом. Почетные гости поздравили первокурсников с новым жизненным этапом, подчеркнули, что на них возлагается важная миссия. С приветственным словом к студентам обратился депутат Государственной Думы Анатолий Петров. Я хочу пожелать вам добра, благополучия, здоровья, успехов и быть всегда во всем примером до следующих до вас уже поколений. Студенты ТГТУ подготовили первокурсникам и их родителям насыщенную программу. Для них выступали чирлидеры, спортсмены, театр мод. Наслаждаясь концертом, те, кто только вступил в ряды студентов, с замиранием сердца представляли, как вольются в жизнь университета. Конечно же, радость. Я всегда мечтал поступить в технический университет. И все родители обрадовались. Я очень жду новый учебный год. Я поскорее хочу познакомиться со своими однокурсниками, познакомиться также с другими ребятами с разных факультетов, найти общие интересы. В завершении праздника двое представителей первокурсников получили из рук ректора символический студенческий билет, зачетную книжку и ключ к знаниям. И уже по традиции все студенты первого курса произнесли торжественную клятву. Бережно, начинка, договоряясь на ценностях университета, в строках добродать учебную и трудовую дисциплину, правилам внутреннего распорядка, длинемся! Длинемся! Мария Шумейкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах соцсетей. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова